Дорогие зрители, начинаем сегодняшний вечерний стрим в честь 20 тысяч подписчиков, по нашей давней традиции. Мац, факт из ксоуфор консэдэй? Искать лютэлитта. Сон, но галдэфинт. По нашей давней традиции мы обычно проводим стримы, когда есть какая-то круглая цифра, дата, всё в таком духе. Итак, сегодня у нас прекрасный вечер в Норвегии, в юго-западной Норвегии, 19.00. Муж это у меня вот копает огород, делает грядки, а я провожу стрим. Вот такая вот вечерняя идиллия, дети смотрят телевизор наверху. Всем привет, кто подключается, расскажу вообще, как проводятся стримы на этом канале. Сначала я даю информацию по анонсированной теме, а затем уже смотрю комментарии и отвечаю на вопросы, если они поступают по теме, заявленной теме, либо любой теме. То, что вас заботит, о чём вы хотите сегодня поболтать, если у вас на это есть время. Итак, сегодняшняя заявленная тема. Всем привет! Так, пишите, если слышно, если звук нормальный, потому что... О, спасибо, Виктория, привет, привета! Потому что, как я говорю, у меня проблемы с микрофонами, но вот я решила сегодня сделать стрим на улице, потому что, ну, ещё светло, и свет красивый, и птички кругом поют. Смотрите, если звук нормальный, напишите, что ок, сойдёт сегодня. Ну, я решаю вопрос с микрофоном, у меня вечно это боль. Звук, хотя считается, что звук вообще-то должен быть даже важнее на ютубе, чем сама картинка, чем визуал. Ну, вот видите, со звуком вечно какая-то беда. У меня раньше был другой телефон, вот на нём всё работало, все микрофоны, а на новом телефоне, ну, как он новый, уже ему год, все микрофоны что-то шуршат, и вечно какая-то неразбериха. Привет, привет! Звук прекрасный пишут. Отлично, спасибо! Добрый вечер, Наталья! Спасибо за звук! Итак, тема, как вы помните, я сегодня заявила 14 недостатков, либо минусов жизни в Норвегии. Почему такая тема? Потому что я искала информацию на одну тему по Норвегии и наткнулась на блог, который ведёт норвежец, то есть это норвежец Никлас Иверсен на английском языке. Вот он тоже часто рассказывает о жизни в Норвегии, что такое Норвегия, и его публика – это иностранцы, иностранцы из всего мира, которые, возможно, хотят переехать в Норвегию, ну, или просто узнать об этой стране. И вот у него как раз-таки была такая статья «14 недостатков жизни в Норвегии». Я с ней знакомилась, вы знаете, у меня, помню, тоже были видео такие на тему «Минусы жизни на рынке». Знаете, очень блогеры любят эту тему, вот, знаете, чтобы так хайпануть, так типа вот минусы, плюсы, вообще, как там жутка жить, либо очень хорошо. И у меня был такой ролик, я его закрыла, потому что там были комментарии неадекватные, хейтеров очень, хотя просмотры зашкаливали. Там у меня 140 тысяч посмотрело людей тот ролик, пока я его не закрыла. Но решила, что для моего собственного, так сказать, спокойного сознания лучше закрыть эту тему. Всем привет, привет, Ольга, привет, Люсьен, привет. Но я помню тот свой ролик, и сейчас я, конечно же, на эту тему совсем по-другому бы повествовала, потому что время идёт, мы меняемся, окружение меняется, и жизнь меняется. И, соответственно, наше восприятие жизни тоже. Но при всём при этом, посмотрев на его минусы, я так подумала, что нашим людям, наверное, не всё это созвучно, потому что, как вот по моим последним, знаете, месяцам и наблюдениям, то, что наших людей волнует из Восточной Европы, это барный варн. Вот это самое главное, если минусы, кто вам спросит, скажут. Плохая погода и барнавар. У него этого вообще нет. Плохая погода есть, а барнаварной нет. Вот так что смотрим, что пишет норвежец. Его взгляд. Привет, всем привет. Привет, Петрушка, всем привет. Первый недостаток жизни в Норвегии. Это то, что в Норвегии очень дорого. Сам автор пишет, что это уже клише, но это правда. Стоимость жизни ещё можно переварить. То есть такие вот обычные счета. То есть это, как и в любой стране, оплата коммунального услуга, аренды. Детских садов и так далее. Но всё, что вам не то, что необходимо, а то, что вам хочется, всё это будет стоить дорого. Например, если вы не любите готовить дома, а большинство норвежцев готовит дома, потому что ходить в аут просто не хватит зарплаты. Слышно, спасибо. Так, Татьяна мне задаёт вопрос, как часто вы ездите на родину? Раньше я ездила часто, каждый год, в последнее время уже 4 года не ездила. Посмотрим, что будет в этом году, пока ещё неизвестно. Итак, но всё, что касается вот именно выйти в бар, поехать в зоопарк, проехаться на такси, всё это баснословно дорого в Норвегии. Поэтому люди это не делают. Люди здесь не катаются на такси. Есть здесь даже такая, знаете, система интересная. Я с этим встречалась сама, когда знаю, что такси очень дорого, а вы знаете, что в выходные норвежцы любят, так сказать, гульнуть, выйти в люди, там на вечеринки сходить, в бар и проще. В общем, они договариваются. Какой-то один знакомый у них есть, который решает подрабатывать, и вот они ему втихаря, он за ними заезжает какое-то время, они знают, что ему всегда можно позвонить, и он там за какую-то более скромную плату их развозит, там 2 часа ночи, 3 часа ночи. Есть такое, потому что на такси не заработаешь с этими ценами. И действительно, все развлечения очень дорого, стоят очень дорого в Норвегии. К сожалению. Ну, как сама автор пишет, что зарплаты, конечно, здесь хорошие, но это учитывая, что статья это 22 года, то есть ей уже год. Была написана в апреле 22 года. Ей год. Сейчас тоже ситуация немножко поменялась. Но если ты не получаешь норвежские зарплаты, например, если ты студент, приехавший сюда учиться, либо если ты, например, решил здесь просто остановиться, сам ты, например, работаешь в интернете, фрилансер, например, дигитальный этот кочевник, то в Норвегии, конечно, будет все баснословно дорого. Это первый его минус. Кстати, я знаю, что меня многие смотрят, кто живет в Норвегии, либо кто собирается приезжать, кто здесь был. Напишите, с чем вы согласны из этой статьи, с чем нет. Потому что, конечно же, восприятие у нас разное, и наш автор, живущий в Норвегии, сам норвежец, и ведущий свой блог на английском языке, конечно же, ориентируется на людей со всего мира, а не только, знаете, там из Восточной Европы, что они там себе думают, и какая у них там жизнь в их странах. Так, второй пункт. Очень темной зимой, заявляет наш автор. Автор сам проживает в юго-восточной Норвегии и говорит, что зимой солнце светит, либо световой день длится всего лишь 3-5 часов. Я не знаю, где он такое нашел, потому что в юго-восточной Норвегии уже не такая, уже прямо, знаете, патовая ситуация. Нормально там все. У нас здесь тоже примерно так, конечно же, темнеет раньше, чем, например, там в Беларуси. Я уже не говорю о других, более южных странах, потому что чем, конечно же, ближе к экватору, тем ровнее, скажем так, день и ночь круглый год. Правильно я сказала? Всем привет, Наталья, привет! Так, я потом отвечу на какие-то вопросы. Так. Так что я думаю, что здесь автор немного преувеличил. Конечно же, как он сам говорит, чем севернее вы продвигаетесь по Норвегии, тем короче будет световой день зимой. Там уже за полярным кругом есть и полярные ночи. Это есть такое дело. И, конечно же, это влияет на настроение, это влияет на состояние, появляются зимние депрессии. Такой факт есть. Напишите мне, кстати, если кто-то живет в северной Норвегии, испытывали ли вы это состояние, зимние депрессии? Как вообще вы переживаете темноту? Мне вообще трудно это представить, но я думаю, что люди знают. Так, дальше. Третье. Трудно познакомиться с норвежцами и найти друзей. Этот автор, кстати, у него есть статья, надо на эту тему просчерстить, писал, что по каким-то данным выяснилось, что Норвегия самая худшая страна во плане заведения друзей. То есть настолько здесь трудно завести друзей с норвежцами, с местными, скажем так. И он даже пишет, что даже экстравертные иностранцы, которые себя чувствуют экстравертами, и считают, и могут общаться, со всеми заводить беседы. Даже здесь они себя чувствуют некомфортно в Норвегии. И трудно им познакомиться с кем-то, подружиться. Потому что норвежцы очень закрытые люди. И неохотно пускают в свой, скажем так, ближний круг, либо близкий круг. Но он рекомендует как знакомиться, потому что норвежцы любят вступать в разные клубы, спортивные клубы, клубы по интересам, хобби и прочее. То есть тоже идти в эти клубы и так знакомиться по общим интересам. Есть также группы на фейсбуках в больших городах, которые проводят такие социальные мероприятия для иностранцев. Так, вот написали, что несложно завести, участвовать в Дугнаде. Ну вот поучаствуйте вы, да. Но не факт, что вы на Дугнаде заведете, если вы один раз пошли. Но если вы будете, например, в какой-то выскорительной организации подрабатывать, то возможно там, да. Так, дальше. Давайте сейчас посмотрю, какие комментарии оставили, потом продолжим, потому что у нас уже будет четвертый пункт. Так, посмотрим. Здравствуйте. Так, всем привет, кто мне написал. Доброго вечера. У меня первый вопрос. Изменился ли ваш характер и мир восприятия после отъезда из Беларуси в Норвегию? Ну, конечно, я же здесь 15 лет живу. Я вот недавно подумала, что я большую часть своей сознательной жизни провела в Норвегии. Конечно же, это повлияло на меня. То есть мое мировое ощущение тоже изменилось. Я думаю, что не настолько кардинально, потому что я себя не считаю норвежкой, знаете. Есть такие люди, приезжающие в другую страну, которые себя полностью ассоциируют теперь с этой страной. Они даже о себе говорят, что мы. Вот мы норвежцы, хотя там вообще никакой норвежской крови нет, и не родился человек в Норвегии, чтобы себя норвежцем называть. Но вот они считают, что они норвежцы все равно, потому что они считают, что раз мы мимикрировали, то мы норвежцы. Это не так. Все равно ты всегда будешь чужой иностранец. Как бы ты там ни мимикрировал, ни ассимилировался, что так с тобой там не было. Я не стесняюсь своей национальности. Я не стесняюсь. Я, в принципе, даже можно сказать, что благодарна своему опыту жизни, опыту жизни на родине. Но 15 лет я провела в Норвегии. Я уже привыкла. Я уже по своему менталитету частично, конечно же, что-то вобрала в себя. Но не все, скажем так. Я все равно не белорусская. Так, у нас сейчас тоже пошло, поэтому немножко так переместилось. Завтра уже погода меняется, и поэтому все, выходы на природу заканчиваются. Так, спасибо, Ольга. Так, Люсьен, я тоже сказала привет. Ильдроу Тюмень, привет. Привет из Самары. Всем привет, добрый вечерок. Ура, вижу эфир. Привет, Аластор. Тоже помню, вот по нику помню, часто пишите интересные комментарии. Так, про родину я ответила Татьяне. Спасибо, Татьяна написала. Поздравляю с 20 тысячами подписчиками. Лихая беда начала. Нет, я, в принципе, не рассчитываю, что у меня будет намного больше. Спасибо за то, что есть. Я очень благодарна. Не рассчитывала вообще на такие цифры. Но спасибо, спасибо за доверие. Добрый вечер, Лидия, Ирина пишет. Так, нормально, звук. Так, добрый вечер, Лидочки. Привет, Наталья тоже. Помню и ценю комментарии от Натальи. Так, Аластор мне пишет. Скажите, пожалуйста, куда вы ходите на прогулки, то гуляете одна или с кем-то? А я по-любому, я и одна гуляю, и с кем-то гулял. Вчера ко мне соседка заходила, предложила погулять, я с ней погуляла. Вот, по-разному. Так, Джонни Кацвилл пишет. Добрейший вечер. Вчера солнце в полдесятого. Еще не зашло даже. Эвье. Юг Норвегии. Вот, но у нас вообще по данным интернета закат в 21.05 сейчас. Так, никаких зимних депрессий написала, либо написала Теастрюм. Очень отлично. Очень замечательно. Очень отлично сказать нельзя. Так, Феруза написала привет из Москвы. Привет. Так, Теастрюм написала про Дюгнады. Отличный стрим. Спасибо. Привет. Ловец Ботов написала. Привет. Тоже помню. Помню. Поменяли свой ник. Привет из Гринджика. Привет. Так. Здравствуйте. Лучше написала. Белорусский классный. У меня оттуда женщина. Вот так вот. Из Питера. Привет. Какие красивые виды у вас. Да. Это где? Это где? Это в роликах или сейчас? Так. Завтра в Тюмени плюс 21. Ну, у нас уже похолодание идет. У нас было вчера плюс 18. Дети вообще все в шортах. А сегодня вот уже начало, пришло похолодание. Вообще одного товарища видели с коляской. То есть он выгулил своего ребенка в коляске. Вообще типа без майки шел, наслаждался летом. А потом у нас уже на следующей неделе заморозки. Так. Ночью, конечно. Так. Марина написала насчет цены. Уже не актуально. Когда здесь живешь и работаешь, то привыкаешь и планируешь бюджет. Я из Латвии. Там не так уж и дешевле. А в соотношении с зарплатами лучше вообще промолчать. Ну, вот. Спасибо. Эту кофточку мне либо там опту. Да, мне мама связала. Конечно же, поэтому она очень симпатичная. Я очень люблю. Там цветочки на ней еще. Так. Отличные цифры. Говорит Кирилл. Так. Глинка, Каталина. В Транхейме были. Не могли бы снять видео про этот город? Вы знаете, я не была в Транхейме, потому что это очень от меня далеко. Это центральная Норвегия. Либо средняя Норвегия, как еще ее называют. Туда только на самолете. Так далеко мы не добирались. Норвегия, как вы знаете, очень вытянутая страна. И поэтому с одного конца на другой, а мы практически на юго-западе живем, пробраться на самый север, это займет очень много дней. Если еще останавливаться, а не просто ехать. То нет, мы так далеко не забирались, тем более как-то, ну, может быть, когда-нибудь. Но пока что нет. У нас вообще пока все распланировано, куда и что. Так, и по Норвегии мы в этом году, скорее всего, ездить особо не будем. Потому что у нас там другие дела в этом году. Так. Так, здравствуйте, Анастасия. Привет. Татьяна спрашивает, вы сами вяжете? Симпатичная копчика. Нет, я не вяжу. У меня мама только вяжет. Так. Спасибо, Анастасия, за добрые слова. Так. Спасибо, Борис пишет. Хорошие слова, комментарии. Благодарю. Спасибо за доверие. Да, спасибо. Спасибо за поздравления. Так, спрашивает Ольга, как ваша рассада? Про рассаду отвечаю, что помидоры я высадила в парник. То есть они еще выжили. Огурцы вообще все полностью там. Огурцы, кабачки. Плохо им стало. Сейчас пересадила рассаду огурцов. Вот они уже торчат у меня. Еще кое-что посадила. Так я, честно говоря, уже за эти дни высадила все семена, что были. Только осталась вот рассада подсолнечника. Подсолнечника рассада осталась. И еще там цветы какие-то красивые хочу высадить. Это у меня пока на рассаде. Все остальное я уже посадила. С этим я закончила, по крайней мере, с семенами. Так, дальше. Спасибо, Зина. Благодарю за добрые слова. Опять быстро говорите. Ну, вот видите, начинала я медленно, опять потом ускорилась. Легко ли произносят ваше имя норвежцы? Не совсем потому, что оно у меня пишется немножко по-другому, чем на русском языке. У меня по паспорту написано на белорусском языке. Оно произносится по-другому, и норвежцы могут тяжело его произносить. Когда я знакомлюсь, говорю, что я Лидия. Это мои, в принципе, имя есть. Привет, Марина. Привет. На лыжах катаетесь? Не катаюсь. В нашей зоне, на юго-западе, вообще мало кто катается. Если кто-то катается, то обычно это на, как они называются, горные лыжи. Ездят специально на курорт, и там катаются. Но очень мало кто. Спасибо, Зина, за хорошие слова. Понимаю, что скучаете. Скучаете по тронхейме? Ну да, смог, что можно будет когда-нибудь и скататься и приехать. Так. Делать ли вы заготовки на зиму? Огурчики, помидорки и прочее? Нет, я не делаю такое. Единственное, что замораживаем. Заморозки мы делаем. Компотов, концентратов, какой-то там зеленушки, соков. Это мы делаем. Так. И замораживаем ягоды тоже. Привет из Сибири. Привет. Давайте дальше продолжим. Мы так понятен не закончим. У нас четвертый пункт. Высокие налоги. Наш автор утверждает и говорит, что иногда могут находиться до 45% если высокая зарплата. Но надо сказать, что Зина по-твоему-таки откорректировала свои, так сказать, пугающие цифры. На самом деле, большинство населения, которое не получает очень высокие зарплаты, потому что их получает здесь не такая уж большая часть населения, то платят они примерно 32-33% налогов. Если вы хотите, чтобы у вас все-таки были какие-то приятные цифры, потому что вы знаете, что Норвегии надо самим подавать налоговую декларацию, проверять, что вам там все правильно начислили, можно самим ставить процент налога, из которого вас будут взимать. Если вы хотите, например, после того, как они все подсчитали, чтобы вас порадовала, например, какая-то сумма, когда вам вернут какие-то деньги с ваших налогов, то желательно, конечно же, платить налогов чуть-чуть больше, чем вам, например, положено. Вот, а не то, может, такой бы сюрприз. У меня такое в последние годы особенно часто бывает, что приходится платить государству большие суммы, потому что оно там само что-то там неправильно подсчитало, и все потом, плати сам. Так, но потом автор утверждает, что надо понимать, что хоть и высокие налоги, на самом деле в Норвегии высокие налоги, но на фоне всех скандинавских стран, где везде высокие налоги, не самые высокие, в Дании выше. Но это все налоги идут на хорошие дороги, на бесплатное образование в школах, да, и выше бесплатное образование для жителей Норвегии, либо норвежцев, на больницы и так далее. Но тут надо тоже подумать, что так все это оплачивается как раз-таки с налогов, да, и не во всех странах они такие высокие, но там тоже, например, те же самые больницы бесплатно для людей. То есть тут уже так, знаете, палка в конце, смотря как посмотреть. Так, интересно, что вот вопрос медицины он вообще не поднимал, потому что, видимо, всем доволен, он не может ничем сравнить, да, согласитесь. Так, дальше, пятое. Непредсказуемая погода и холодно. Если вы с югов, то будет тяжело в Норвегии, потому что есть регионы, где бывает очень холодно. На самом деле это правда, в то же время в Норвегии бывает разное климата, и в зависимости, где вы живете, например, у нас, где я живу, холодно редко бывает, но у нас там свои, знаете, такие катавасии, в том плане, что у нас очень влажно, сильные ветра, очень много дождей, соответственно, даже если по температуре не холодно, но чувствуется будет как будто очень холодно, и такой ветер, что пронизывает просто насквозь, да, либо дождь. Бывает такой косой дождь, что будь на вас специальный костюм, и обувь, и зонтик, ничего не помогает, мокрый насквозь. То есть все свои плюшки, вот это интересно, да, в Норвегии, потому что там, вот у меня муж недавно ездил по делам в Лилихаммер, это внутренняя Норвегия, два часа Атосла вверх, и говорит, у нас уже цвели нарциссы, крокусы, а там снег лежал. Он говорит, ты знаешь, вообще-то хорошо, где мы живем, говорят, то, да, все познается сравнение. Зато летом, когда у нас здесь будет плюс 12 градусов, а там будет плюс 25, подумаешь, как им там хорошо, да, а как здесь плохо. Всегда человеку не бывает. Всегда хорошо, всегда найдется к чему прикопался, да. Так, дальше смотрим. Шестой пункт. Трудно найти работу, не зная норвежского. С английскими вы можете найти работу, если вам повезет, если у вас есть какая-то крутая специальность, по которой требуются работники, и тогда уже неважно, знаете вы норвежский, либо нет, либо если вы готовы на любую, как он пишет, плохую работу, такую низкооплачиваемую, значит, на которую норвежцы не пойдут сами работать. Ну, я тут скажу, что, что, ну, во-первых, надо понимать, что, а в какой стране, не англоязычной, можно работать только с английским языком? Вы что в Чехии сможете только с английским работать, в Польше вы сможете с английским работать, в Италии? Нет, конечно. Еще в Скандинавии в этом плане хорошо, потому что все знают английский, поэтому здесь еще как-то лояльно относятся к англоязычным. Тем более, что в больших городах, например, Осло, Берген, Ставангер, где я живу, можно найти работу с английским. Здесь очень много англоязычных, как я вам рассказывала. Придешь в кафе, все официанты только на английском говорят, ну, потому что нужна рабочая сила. То есть здесь можно с английским найти работу, но норвежский надо учить. Это вам только поможет. Даже сегодня я вам расскажу такую историю. Мы покупали цветы и землю в магазине, к нам побежала там какой-то мужчина, говорит, я только по-английски разговариваю, и вот тут вот есть два вида земли. Объясните мне, какая разница, одна зеленая, а вторая оранжевая. Какую мне брать? Мне нужна просто земля, чтобы посадить что-то. Ну, я ему сказал, что вообще-то берите зеленую, потому что которая оранжевая, это не земля. Это такие, знаете, опилки, которыми посыпают дорожки, чтобы не росли сорняки. Вот, все-таки надо знать норвежский язык, чтобы здесь вообще чувствовать себя комфортно и разбираться во всем правильно, во всех нюансах. Так, дальше идем. Седьмой пункт. Трудно разобраться с системой НАФ. Кто не знает, система НАФ – это социальная система Норвегии. В эту систему вы обращаетесь по многим вопросам, например, если вы потеряли работу, если вы оказались на больничном, если вы не можете работать по вопросам болезни, если вам нужен декрет, если вам нужны какие-то выплаты по детям. Все это идет через систему НАФ. И вообще у нее, конечно же, очень хорошие изначально функции, но такая она запутанная система, и там такой вот есть момент, что часто не разберешься. Норвежцы часто не разбираются, что же говорить о иностранцах, которые вообще к этой системе не привыкли. И часто иностранцы, да и норвежцы тоже разочаровываются, когда заполняют какие-то документы, приложения, им говорят, что не принимаем, а вот этого вы не прислали, вот этого не сделали, там какую-то запятую не поставили, вот эти такие сроки и так далее. Тем более, если раньше еще можно было к ним прийти, то есть они, помню еще мою бытность, это было восемь лет назад, когда я ходила спрашивать по поводу декретов, нет, 9 лет назад спрашивать по поводу декретного, там работали все окошки, можно попросить каждый день и спросить, то сейчас они как-то вообще все ограничили, говорят, обращайтесь по всем вопросам на сайт, то есть все дигитализировано, а там и конторы работают там чуть ли не пару раз в неделю, на пару часов, может их не зайти по какому-то вопросу. И то не всех пускают, то есть, ну вот тяжелая система, но что делать? Надо с ней контактировать, других выборов, другого выбора нет. Следующий пункт, 8. Очень высокие цены на машины и топливо. Но учитывая, что Норвегия сама производит топливо, то, конечно, цены здесь на топливо высокие, это однозначно. Плюс, помимо цены на машины, здесь действительно есть очень такой высокий налог на привозные машины, они только здесь и есть привозные, поэтому любая машина, но это данные 22 года, это не электрокары, потому что электрокары Норвегии дешевле, чем, например, в той же самой Швеции, но любая другая машина на топливе, да, будет в два раза дороже, чем в Швеции, в соседней Швеции. Представляете, какие вот налоги, таможенные сборы. Плюс еще вы будете платить страховку, дорожные сборы, то есть Норвегия дорого владеть машиной, в то же время во многих регионах Норвегии, потому что Норвегия, это не города, городов не так много, где вы можете пользоваться общественным транспортом. В Норвегии есть такие зоны, где без машины никуда просто, никуда. Транспорт не так хорошо ходит. Так, давайте сейчас снова сделаем остановочку, посмотрим, что вы написали. Так. Сейчас я только выпью. Так, Эмиля, характер невозможно изменить, только привычки. Ну, конечно, у нас же что-то уже заложено изначально, но все равно, смотрите, уже считается, что на характер что влияет? Темперамент, да, изначально, который в вас был вложен природой, плюс окружающая среда. То есть, темперамент вы не поменяете, окружающая среда, если она меняется, конечно, она будет на вас тоже влиять со временем. Но, конечно же, то, что у вас заложено в детстве, оно с вами всегда останется. Мне это кажется так. Привет из Вестфольда. Привет. Ирина пишет. Здравствуйте, я из города Днепр, Украина. Через неделю прилетаем в Возло. Очень переживаем. Подскажите, какую одежду брать с собой? Что в основном нужно зимой, летом? Ну, вот по поводу одежды. В Норвегии нам нужна шерсть, но шерсть лучше покупайте здесь, потому что вообще, конечно же, большинство одежды лучше купить здесь, потому что она здесь и продается с условиями, да, то есть она предназначена для этого климата, то есть непродуваемая, не пропускающая влагу, такая вот, знаете, часто вот на подкладках разных, и, соответственно, шерсть, то есть многослойная одежда, потому что погода часто меняется, знаете, начался с утра дождь, потом вдруг солнце, потом снова дождь, потом град, и так вот без конца, то ветер, то не ветер, многослойная одежда, там, первый слой, например, шерсть, лето, может быть, возможно, какая-то синтетика, второй слой, там, какая-нибудь флиска, и сверху, там, куртка еще, то есть смотрите сами. Здесь бывают скидки часто в магазинах, можно и недорого найти норвежскую одежду, особенно, когда, знаете, межсезонье, то есть с одного сезона на другой, но, как я говорю, берите многослойную одежду, чтобы можно было скинуть, да, флиски на замочке, куртки, шерсть-то была, ну, такого плана одежда, непромыкаемая тоже часто, хотя, вот, климат получше, чем у нас, там не так, ой, не так льет, как здесь, может быть, там и получше, не переживайте, так, дима природа, приветики, приветики, так, Бориса, Лидочка, привет, огромный вам из Воронежа, дочь в Норвегии, привет, дочери тоже, так, Эмма Скляров, подписывайтесь под каждым вашим словом, Лита, это буквально просто, благодарю, благодарю, спасибо, так, тестеру, подскажите, пожалуйста, признаете ли диплом магистров из России, Смотрите, какой диплом, ну, вообще-то, я знаю, что люди переучиваются, вот, я не знаю, никого, кого бы там сразу, вы прямо взяли и признали, люди доучиваются, переучиваются, потому что что-то им засчитывают, какие-то предметы, какие-то не засчитывают, но магистром проще, потому что у меня тоже было образование магистра из Беларуссии, мне моё самообразование не подтвердили, мне только подтвердили, количество лет образования, то есть, поскольку в Норвегии учатся на год больше в школе, да, вот в обычной школе, то если вы закончили просто бакалавриат, то он не признается, потому что там, получается, по их системе только два года, а не три. Придется все равно потом год добирать вы их, вот эти видры гонды, типа старшей школе, какие-то предметы и так далее, доучиваться, например. А вот у меня, поскольку все-таки было пять лет, то это сопоставимо с их бакалавриатом, да, то есть мне засчитали просто годы, что есть высшее образование, вот, но саму специальность не засчитали. Как пример, да, а знаю девушку, ей засчитали, у неё было чисто педагогическое образование, педвуз, ей засчитали образование, она была преподаватель английского языка, например, да, литературы. Вот. Ответила на вопрос, я надеюсь, что в зависимости от специальности, но обычно не засчитывая полностью, надо переучиваться, не доучиваться, то есть они там прикапываются к каждому предмету. Часы надо, все распечатки, по каким книгам вы там учились, это очень тяжело. У меня такого не было, но я знаю, потом после меня такие истории были, потому что с каждым годом всё сложнее и сложнее. Так, Елена, какие разные города, Ростов-Самара, Питер, Геленджик, и Телу, вы ещё собрались в Топсы, Дожди, Секлон, всем привет. Привет, Оксана. Добрый вечер, Лидия, привет из Аскера, спасибо за интересный познавательный контакт, любопытно просили ли ваш муж научить его русскому языку, или, может быть, вы ему предлагали. Он мне просил, но он вообще сам решил, что он будет искать преподавателей, то есть он поступил на курс, онлайн-курс при Фольк-Университете, чтобы учить русский язык, когда у него ещё было время. Фольк-Университете считается, знаешь, такая серьёзная контура, то есть у них там очень много разных курсов, они дают там все, знаете, серии дипломы А1, В2 и прочее, много специальностей. Но вот именно с русским курсом ему не повезло, потому что, во-первых, это всё было онлайн, потом, говорит, конечно же, очень странное преподавание, то есть там преподаватель часто в бумажке своей копалась, она как-то плохо готовилась, преподаватель сама была, это моя русская женщина, в результате потом его в середине курса вообще скинули, то есть пропало всё, ну вот, а он был так занят, что, говорит, не обратил внимания, думал, может, курс закончился, а курс не закончился, там ещё оставалось 4 занятия, вот. И в результате, говорит, там такая вообще, я пошла котовать, он говорит, ну тогда возвращайте мне деньги за эти, типа, часы, которые я вообще даже не видел эти бумаг, ничего, потому что потом вдруг резко курс появился у него через 3 месяца, вот, а он даже не знал, что, оказывается, там у него эти часы были, в общем-то, у него было долгое перипетие с этим университетом, то есть они ему там не зажимали время, не хотели деньги возвращать, в результате они потом ему просто вернули вот эти материалы, деньги ему не вернули, вот. И он сказал, что с этой организацией Шарашкиной конторой он больше никогда не будет иметь дело. Очень неприятно, у него был опыт вот именно с норвежской конторой в полке университета и с русским курсом норвежского языка. Вот, он потом искал другие курсы, но они очень дорогие, то есть там ещё тоже как-то недешёвый, вот, я ему говорю, ну так я же тебя научу, ну так, ну, я так всё предлагаю, предлагаю, и, в принципе, он кое-что уже понимает. Даже когда вот мы с Кариной общаемся на русском языке, он говорит, я тебе не говорю, ну вот я просто по некоторым словам и по вашей вот интонации, по мимике, я уже понимаю, чём мы там, чём вы там уже, когда я уже так смотрю, уже так подозрительно смотрю, он там что-то на проход, он говорит, ну чё, всё хорошо, ну такая, что такое, что такое, вот. То есть потенциал у него есть, и главное, что есть желание, он ещё на дуолингу занимается, но вот дуолингу, это, конечно, примитивненько, но всё равно, хоть знаете, чтоб не забывать уже, что он говорит, какие-то общие фразы, вот. Вообще, считаю, что если ваш муж, либо молодой человек, либо там молодая девушка, либо там, не знаю, кто заинтересован в изучении русского языка, потому что, конечно, самым язык, не сказать, чтобы был очень интересен, но им интересны вы, там вот ваша жизнь, культура, то есть ещё хочет, горит и хочет учить язык, это очень хороший плюс и положительный звоночек, это моё мнение, потому что, по моим наблюдениям, в тех семьях, где мужья учили, норвежцы, да, учили русский язык, могли, интересно им было, то и этой семьи до сих пор живы. А где человеку неинтересна твоя культура, да, вот твой родной язык, то обычно, кстати, очень многие, которые и расходятся, к сожалению. Так, дальше смотрим. Как вы взбадриваетесь, когда нет настроения и энергии? Ой, какой интересный вопрос, слушайте, мне надо как-то подумать, так сразу же даже не отвечу. Но то, что кофе взбадриваюсь, да, это вообще-то плохая очень привычка, вот, и наоборот она аж вредит, если много, если постоянно тебе нужен кофе, чтобы хоть как-то функционировать, это очень плохой, конечно же, признак. Вот, ну вообще, конечно, прогуляться, прогуляться всегда помогает, на природу, посмотреть на цветочки, послушать птиц, это может взбодрить. Так, еще музыка, приятная, любимая музыка тоже помогает. Здравствуйте, привет из Омского, привет, Александр, добрый вечер, какой темперамент у норвежских женщин, знакомятся ли они с иностранцами, либо нет. Ну, разные темпераменты у норвежских женщин, они, конечно же, такие здесь более спокойного темперамента, но вы же понимаете, что темперамент, он приходит уже с рождением, то есть здесь тоже и холерики, и меланхолики. Но, конечно же, рамки общества тоже накладывают отпечаток, поэтому, конечно, большинство с вами, они такие спокойные. Но, как я часто говорила, что алкоголик раскрепощает, тогда уже вы, знаете, настоящую норвежку, либо норвежца. А знакомиться ли они с иностранцами, да, но я, как вам рассказывала раньше, да, согласно разным статистикам, конечно же, им интересно вот именно, знаете, такие горячие парни, всякие там латиносы из Африки, вот такого плана, знаете, там, или даже те же там из Ближнего Востока, такие горячие парни, да, такие вот имена, доминаторы, да, с доминантным таким типом, видимо, этого им не хватает, от норвежских мужчин, я не знаю. Но часто вот тут наступает такой диссонанс, что они-то хотят себе знать такого доминанта и прочее, но в то же время они хотят, чтобы он и с ребенком ей помогал, и деньги приносил, да, типа там ее любил, холил и лилел, а такое часто редко встречается, чтобы и то, и другое, либо одно, либо другое, все в одном флаконе редко бывает. И тут, как говорится, часто они, бывает, что довозят детей от иностранцев, но часто и расходятся. Ну, есть. Так, добрый вечер, Ольга написала, так, Ирина пишет, Лида, здравствуйте, привет из Бишкека, привет Бишкеку. Так, что там за шальной друг? Если вы про этого говорили, который там в психиатрию лечился, спасибо, не надо. Или это кто? Потому что шальной – это очень подозрительное слово. Так, Юлия Тодорова, скажите, имя Карина для Норвегии редкость, почему так решили называть дочь? Нет, у нее здесь есть имя Карина, поэтому так, наверное, и называли, что такое имя интернациональное, то есть есть и в Норвегии, и в наших странах есть. Я, честно говоря, вот именно само имя Карина в наших странах не очень так положительно воспринимала, но здесь, в принципе, эта идея пришла от моего бывшего мужа, потому что это имя, получается, совмещенное имя от его матери и моей матери, то есть от своих бабушек, то есть там у него маму звали Карин, а мою маму зовут Наталья, то есть получается Кари-на. Ну, конечно, от моей мамы там минимум осталось, но вот именно Карина получается, да. И тем более это и норвежское имя, оно есть как и через букву КО, да, как наше КО, так и через букву СЭ, это такой более английский вариант, есть два имя Карина. Я, конечно, потом почитала описание имени, уже попозже подумала, да-да-да, готовьтесь, будет весело. Так. Томас спрашивает, посчастливилось ли вам увидеть особо Королевского дворца? Нет, я не видела никого. Так, Олег пишет, скажите, хороший учебник норвежского с русским объяснением, пожалуйста. Вот такого вот у меня нет, кстати, учебника, потому что я училась в Норвегии норвежском, и у нас были только вот именно учебники в норвежске, на норвежском вообще без какого-либо другого подтекста. Я помню, давным-давно покупала какую-то книгу, еще в Беларуси, наверное, норвежского, с русским пояснением, но она у меня пропала, ее найти не могу, и она была не очень, честно говоря, толковая. Вот, но вы смотрите же, есть очень много и блогеров, и всяких статей, и школ, которые там, и ролики снимают, чтобы себе завлечь. Посмотрите, какие они рекомендуют литературные справочники. Не справочники, а вот учебники, да, языковые. Едешь, конечно. Какие из них хорошие, я не скажу. Не знаю, потому что так. Так. Вот написал кто-то. Станислав написал. Карпушина и Усаков. Учебник норвежского. Спасибо, Станислав, за пояснение. А это начальный уровень, скорее всего, да, но я не уверена. Пускай Станислав, может быть, пояснит. Елена написала. Смотрим 200 человек, а лайков мало. Люди говорим спасибо. Да поставьте лайки, пожалуйста, потому что, оказывается, я не знала, что лайки очень важно. Если лайков нет, то YouTube не будет рекомендовать это видео. Тем более, это прямой эфир. Вообще, конечно, с этими прямыми эфирами как-то странно стало. Раньше они вообще высвечивались у всех, а сейчас их сразу и не найдешь. У нас есть либо просто видео ваши, либо прямые эфиры, чтобы в них зайти, надо специально в них идти. То есть они в обычных видео не высвечиваются. Поэтому вообще, конечно же, странная система, к чему это. Поэтому если заданная тема, то, наверное, потом ее будет тяжело найти. Вот именно в прямых эфирах. Поэтому ставим лайки. Спасибо большое. Так, дальше смотрим. Джонни написал «Учу норвежский на дуолинго». И, ну, это очень не хватает. Посоветуйте какие-то хорошие ресурсы, пожалуйста. Ну, вот, написали, да. Очень многие вам рекомендуют блогеров разных. Вот именно Каренса и так далее. На YouTube я, честно говоря, не смотрю их. Вот. Но многие очень довольны. Там у них тоже есть какие-то свои курсы. Можно к ним записаться. Хорошие ресурсы. У меня уже есть ролики на тему норвежского языка. Посмотрите. Там что-то рекомендовала. Это было так давно, уже не помню сама. Так. Шебе спросила. Так легко вы одеты? Сейчас тепло? Это прямой эфир? Да, это прямой эфир. Ну, как тепло? Сегодня было где-то плюс, наверное, 15-16. Вот. Но я недалеко от дома. Поэтому пока вот так тепло одеты. У меня здесь курточка есть на всякий случай. Потому что, конечно же, чем позже будет, тем холоднее. Вот обещают ночь плюс три уже. Поэтому куртка есть на всякий случай. Так. Привет из Киева. Скажите, пожалуйста, какая погода в Транхиме летом? Собираюсь туда в гости. Вот у нас из Транхима же кто-то писал, да? Возможно, кто-то в курсе. Халло. Скажи, что это он папой, да? Так, сейчас у нас здесь детский сад на выезде. Так, давайте, возможно... Молодец. У меня прямой эфир. Привет. Привет. Ты что, жвачку жуешь? Да? Да? Ну, я смотрю, уже все синее там. Угу. Вот. Ну, ладно, возьми этот маркер. Хорошо. Ну, я этот прямой... Ой-ой-ой-ой, прямой эфир веду по этому, смотрите, дети, брысь отсюда. Пока-пока. Пока-пока. Вот. Ну, все, все нашли, все поняли. Ну, все, пока. Пока-пока. Так, на чем я остановилась, да? Тут же у меня писали люди из Транхейма, возможно, они подпишут, какой климат. Я никогда не была, но понимала, что там прохладно летом, как у нас. Зима холоднее, чем здесь, а климат летом такой же, как и у нас. Да, тут прохладненько очень. Хотя, наверное, лет на лето не приходится. Поэтому, может быть, возможно, ответят здесь в чате. Так. Руслан пишет там. Всем привет. Как ваша дела? Как здоровье? Как настроение? Ну, здоровье так себе. Ну, как говорится, взмогаемся, да, справляемся, ничего, прорвемся. И там настроение, ну, вот видите, нормально. Вот. Так. Привет из Финляндии. Спасибо за ваше душевное видео. Скажите, можно ли перевезти родителей в Норвегию из стран, не входящих в ЕС, например, из Белоруссии, маму в пенсионерку? Я на эти вопросы отвечала. Вы знаете, можно только, если у вас один родитель, то есть у него нет ни супруга, ни других детей на родине, то есть он совсем один, тогда можно перевезти, если родителю больше 60 лет, и если у вас есть доход, который вот именно граница дохода, который позволяет перевезти, тогда можно сделать такую специальную визу. То есть есть одинокий родитель без других детей. Остается на родине, и ему больше 60 лет, тогда можно. И у вас есть доход. Так. Как вы думаете, нас, украинцев, норги полюбили? Ну, я не знаю, вам лучше знать. Вы же, наверное, общаетесь с украинцами, которые в Норвегии живут. Норвежцы хорошо относятся к украинцам. Ну, а любовь-то слишком сильное чувство, вы же понимаете, да? Вот. Ну, хорошо относятся. Очень положительно. Так. Александр, спасибо за ответ. Руслан, как погода в Норвегии? Ну, вот сейчас очень удачная погода. У нас был очень холодный март. Я так понимаю, что вообще была очень холодная весна. Начало весны во многих странах. Но вот сейчас, вот буквально неделя одна была шикарная. Такого я не помню, что так, знаете, было действительно хорошо. Вот сразу всё проснулось. Да, это вообще не листика, ничего. Сейчас всё забушевало. Уже берёзы позеленеяли. Красота. У меня даже Макдолия расцвела. И потом вам покажу в ролике, что здесь, наверное, её отсюда не видно. Да, не видно. Я уже на неё хожу, уже фотографирую её каждый день. Там и видео снимаю каждый день, как она там, типа, распустилась. Когда там снова закрыла листики, цветочки, свои лепестки. Хожу, там у неё круги наяриваю. Потому что там и все смеются. Так. Так, давайте мы, наверное, смотрю так, где бы на природе в дурке был. Да, хороший парень. Ну, понятно, типа, очень пёстрая жизнь. Не, 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 мне такого экстрима не надо. Спасибо. Вот. Ну, что-то другое согласится у него, чтобы снять интервью. Так. Спасибо, что красивая кодочка. Благодарю. Так, давайте на этом вопросе, а это правда, что на рейке скучно, мы пока, типа, остановимся. Доделаем всё-таки наше видео, тема, да, и потом уже пойдём дальше по комментариям. Так. Про аналогию сказать так, система NAV, дорогие машины. Дальше. Следующий пункт, девятый. Норвежская еда безвкусная для иностранцев. То есть иностранцы считают, что норвежская еда невкусная, вкуса у неё нету, в магазинах маленький выбор, по сравнению с другими магазинами в других странах. Выбор ограниченный, ресторанов тоже не так уж много, выбор есть только в острых, больших городах. Если, как-нибудь, как уметь маленький городок, либо глухомаль, то там обычно есть, знаете, такая, где продают пиццу, кебаб и гамбургеры. Всё, другого выбора нет. Норвежцы не любят пробовать новые, пишет автор, и магазины все однотипные. Я вам говорила уже, да, что на эту тему снимала даже ролик, что есть магазины, где есть большой выбор, только отдавайте деньги, да, там будет всё очень дорого, потому что есть выбор. Есть магазины, которые действительно там нечего выбрать. Например, есть такая сеть магазинов Киви. Не люблю её в Норвегии, потому что я когда туда не приду, хотя они и говорят, что мы там чуть не самая дешёвая сеть, мне вообще ничего не хочется покупать. Там какой-то маленький выбор. Того, что мне хочется, там нет. Ну, поэтому тут зависит, конечно же, от сети магазинов, от ваших финансовых возможностей, потому что, тем более, сейчас есть и иностранные магазины, чего только нету. Мы сегодня, мы покупали в этом восточноевропейском магазине Экомаркет, я знаю, что он есть во многих городах, такая сеть тоже, покупали, знаете, такое типа шампанское, ну, как детское шампанское, ну, типа газировка, ну, там, знаете, открывается, там всё хлопок. Дети покупали, наверное, месяц назад, и только сегодня открыли, там дети там круги тоже наярли. Когда откроешь? Когда мы шампанское попробуем? Там ещё смурфики нарисовано были. Вроде бы польское шампанское детское. Сегодня мы открыли. Какой восторг, там всё это хлопало. Вот, это такое вкусное, вкуснее не бывает. Вот можно же купить, можно найти. Я тоже там покупала творог, по вопросу творога покупала там какой-то творог, такой вот немецкий, который делается по нашей технологии. Сделала недавно сырники. Какой-то века пополучились сырники. Вообще, знаете, душу в рай пустила. Потому что сколько я не пыталась сделать это из норвежского творога, у меня никогда ничего не получалось. А купила там творог в этом эко-маркете, всё сразу получилось. Поэтому есть магазины, просто знаете, куда ходить. Вот, ну, по поводу ресторанов, а есть деньги, чтобы по этим ресторанам ходить. Уже сам Дайвила писал, что всё дорого. Поэтому тут такой вопрос. Так, дальше. Десятый пункт. Недостаток культурной жизни. Как раз-таки в тему «Скучно ли в Норвегии?» Для тех, кто привык к большим городам, иностранцам, у которых там жизнь кипела, и культурные по-разному, должны понимать, что известные люди и звёзды часто до Норвегии просто не добираются. А если добираются, то это ограничивается Осло. Они сюда не доезжают. На самом деле, я помню, даже как-то в одном ролике да, если вы хотите какие-то там послушать известные группы, то надо ехать в другой город Европы. Да, вот именно в саму Европу. Центр. До Норвегии они часто не доезжают. А если доезжают, то, знаете, там уже не буду говорить плохое слово, но такие, которые давно уже непопулярны. Ну, когда-то там лет 40 назад они гребели, можно быть. Такие вот доезжают. Да, конечно же, все билеты распроданы. Так. Пишут, что есть выбор госла, а чем меньше город, тем хуже. Ну, это понятно. Так, одиннадцатый пункт. Есть таможенный сбор на посылки вне Норвегии. Ну, он написал, я уже, честно говоря, не помню такие цифры, 25% плюс 100-300 крон за фактуру. То есть, часто вы что-то заказали за границей, вам пришла посылка, а вы еще потом за таможенную, типа эту, заплатите еще таможенную пошлину, чуть ли не такую же сумму. Так, у меня такое было несколько раз. Я помню, знаете, как заказывала тоже, вроде бы на норвежском было написано, доказала, что у тебя норвежский сайт, но надо всегда проверять, чтобы там был сам адрес фирмы норвежской, потому что я помню, заказывала в норвежском языке, а выяснилось, что они просто дублируют на разных языках, а сама фирма была в Дании. И я заказывала такой, знаете, мешок, сакусек называется, ну, мешок, на котором можно сидеть, вот, заказывала его, получается, для Карины, наверное, крон за 600 норвежских, потом мне пришел этот мешок, и таможенная пошлина, еще 400 крон заплатите, пожалуйста, норвежская, и мугосиндарская. То есть, тысячу крон мне было, наверное, проще его в Норвегию купить, какую-нибудь такую. Еще такое было у меня один раз, я покупала украшение шведское, тоже как-то, ну, я уже знала, что мне придется платить пошлину, потому что в Норвегии его купить не могла, и тоже мне там, что-то там 200 крон и заплатила, еще пошлина. Я один раз, я помню, давным-давно, давным-давно заказывал, что сайферба на большую сумму, то есть, там по 1000 крон было, я имею в виду, тоже они 300 крон, вроде бы, таможенные пошлины, еще добавили дополнительно, с тех пор уже такого не делаю, то есть, там есть специальные ограничения, выше какой суммы, вы не можете, выше какой суммы, вам придется платить таможенную, да, пошлину, ведь там вроде бы, 200 крон, да, сколько, скажите, кто в курсе, я уже давно не заказываю, я уже давно ничего не заказываю за границей, все в Норвегии, вот. Так, следующий пункт, 12-й, общественный транспорт, кошмар, вне городов. Конечно же, в Норвегии популярно селиться в небольших местечках, потому что у вас есть доступ к красивой норвежской природе, но без машины здесь очень тяжело, потому что транспорт плохо ходит. В больших городах с этим проблем нет, там у них есть и метро, у них там есть и травма, и автобусы, что только там нет, да, но в маленьких поселениях часто действительно автобус ходит раз в час, раз в полчаса, полчаса, в полчаса, раз в полчаса, вот. И, к сожалению, их становится все меньше и меньше. Даже вот у нас в зоне есть какие-то маршруты, которые отменили, и дети вообще в шоке, ну как дети, подростки говорят, мы раньше могли добраться, например, из Тавангера в Сулу, а сейчас нам надо сначала в Ставангер приехать, а потом уже из Тавангера в эту Сулу, то есть они говорят, нам в три раза получается длиннее дорога становится, потому что они убрали какие-то маршруты, экономия идет, понимаете? Да, это правда, что общественный транспорт кошмар вне городов. Да. Длиннадцатый пункт, бюрократия переезда в Норвегию, особенно если вы вне ЕС, то есть у вас не паспорт Евросоюза, пусть вы из США, из других стран этого мира, то вы помните, я недавно делала ролик по поводу переезда в Норвегию, почему стало сложно, всегда было сложно, сейчас сложнее, то есть Норвегия в этом плане, конечно же, тяжелая страна, ролик на эту тему есть, это правда. И последний пункт, четырнадцатый, большинство городов Норвегии не похожи на города, потому что Норвегия страна маленькая, и города, собственно, здесь маленькие, соответственно, здесь маленькие, поэтому кажется, что они вообще не города, какие-то, знаете, такие большие деревни. Ну, возможно, но я уже привыкла, как-то я на это не реагирую, для меня все прекрасно, все хорошо, по крайней мере, есть стивилизация, еще класс, я уже, наверное, отвыкла от городов, поэтому мне уже большие города тоже кажутся тяжелыми для восприятия, то есть там хорошо побродить, приехать на пару дней, а потом уже хочется уезжать быстрее в свою глухомань. Так, ну все, закончили мы с этим списком, что вы думаете по поводу списка, да? Ну, вот видите, он ориентировался на весь мир, да, то есть, видите, очень много он не касался, чего бы мы бы коснулись, то же самое медицина и прочее, свои нюансы, ну, понятно, он норвежец, он другого не знает. Так, ну, давайте же дальше посмотрим. Что там дальше пишут? Так. Вот по поводу, что Норвегия скучно, ну, ты понимаешь, что Норвегия – это большая деревня, да, и кому не скучно, кому не скучно самим собой, кто любит природу, кто любит хакинг, походы, вязание, такой спокойный, слоу-лининг, для тем Норвегия хорошо, тем Норвегия хорошо. Кто любит вежуху, то, конечно, уже будет рановато. Тебе вы любите, сколько на эту вежуху денег. Так, Ирина Гештейн пишет, так, спасибо. Я собираю чемодан, я поняла, что нужно про теплые свитера, куртки, ветровки. Кто знает, может, на третьем этапе к вам пойдем в город. Буду рада встрече. Пишите мне, я уже отписала свой почтовый ящик. Все, кто хочет встретиться, пишите. Буду рада новым знакомствам. Да, берите теплые вещи, куртки, ветровки никогда не помешают, даже летом. А куточку всегда, там, знаете, недорого здесь купить. Ту же самую Эчинь дайм, какому-нибудь, да, либо в кубусе, все это есть по 100 крон. Так, знакомятся ли норвежки первые? Я вам рассказывала, что норвежки знакомятся часто первые, особенно в баре, по пите, сразу знакомятся первые. Вот, не вопрос. По крайней мере, глазами будет стрелять в вашу сторону. Имя Ольга и Лена норвежская. Да, здесь есть имя Ольга. У Лены меня спрашивала. Есть имя Лена. Есть как Лене, окончание Э в женских именах более распространенное, чем А. А это более такая, знаете, старинная форма, но есть и Лена, или Лене. У Ольга есть имя, да, есть такие имена. Но это были такие, знаете, старинные имена. Так. Привет. Какое отношение норвежцев к шведам? Нормальное отношение. Вообще норвежцы ко всем хорошо относятся. Ну, конечно, они друг на другом подшучивают. Он муж работает, ходит. Работает вообще, не покадая рук. У меня соседка говорит, как я не встречаюсь, работаю все время, как это работает. Вот. Она нормально относится. Ну, они, конечно, подшучивают друг над другом, но это понятное дело, знаете, как все соседи. Ну, так, какого-то негатива к ним нет. Ну, мне вот, я какой-то, не знаю, я в Швеции же несколько раз была, мне норвежцы намного больше нравится. Как-то они проще. Знаете, вы принятие проще, как люди. А с ним всегда, знаете, когда люди проще, конечно же с ними и проще общаться. Так. Привет изозно, пишет Александр. Убежала по делам. У них там бизнес, понимаете, сегодня у нас этот, суббота, день конфет, называется Лердерс год, они получили конфеты, жвачки, сегодня там выбираем в магазине. Все у них там, полный шухер там наверху и шампанского напились, все уже. Куролетит там. Привет, потолок, потом надо будет убираться. Видите, сказал, что за сучку уже постирала. Молодец. Так. Слава Украине. Так. Привет. Показывайте деток. Нет, ну, деток. Я калюк иногда показываю, а остальные, это уже личное пространство, это уже папа говорит, не надо. Ну, не надо, зачем? Так. Захотят сами свои каналы, судят, и будут себя показывать. Но они уже пронюхали, что у меня есть канал, все интересует, а сколько у тебя подписчиков, да, а вот так вот, да. Очень им интересна эта тема, конечно же. Так. Виолет, Виолетта, привет. Так. Так. Осторожнее с выражениями, а то детей от вас отберут. Какие выражения? Что именно я сказала? Расскажите, по какому выражению меня от чего отберут? Спасибо. Чудесно. Так. Здравствуйте. Так. Ну, я не Людмила, я Лития. Какой самый теплый город Норвегии? Ну, интересный вопрос. Я же вам помню, я рассказывала, что вообще климат считается самой такой благоприятной в Южной Норвегии, но если самое лето теплое самое считается в районе Сандофьорд, это восточная Норвегия, юго-восточная Норвегия. Вот. А самый теплый город, кстати, что самое смешное, самый теплый город, ну, как бы, они брали среднее, среднюю температуру, среднегодовую температуру, да, был город на моем острове, где я раньше жила, город названием Скюнисхавен, там они почитали, что средняя температура в году, это плюс 7 градусов. Ну, вам скажу, что я там была, я на том острове жила, типа самым теплым, ну, климат тяжелый, потому что продували ветра без конца, здесь так не дует, как там дуло, постоянно дуло, это дождь косой, и прохладнее было, чем даже в соседних регионах. Так. Про теплогорода ответила. Марина спрашивает, что же значит имя Кариновой? Так загадочно улыбнулись. Там все есть описания разных именов, вы знаете, что там тоже имя влияет и на характер, там, если почитать описание характера, то, как говорится, будет весело у нас с Кариной. Вот. Там было написано, что они такие очень, знаете, своенравные, волевые, часто у них в личной жизни складывается, но они такие артистичные, вот любят именно такие творческие профессии, внимание. Ну, что-то есть такое, кстати, ну, посмотрим, жизнь покажет. Спасибо вам, Лилия пишет, приятно вас слушать, как обычно полезно душевно. Благодарю. Спасибо большое. Так. Иван спрашивает, сколько нужно зарабатывать в Норвегии, чтобы нормально жить? Ну, вы же понимаете, что такой вопрос очень обтекаемый. В зависимости, один вы с семьей, кто будет работать. Вот. Ну, у меня же есть тема и расходы в Норвегии, сколько примерно, что стоит аренда, машина, питание, да, то есть, ну, средняя зарплата вы будете жить, но откладывать у вас не получится средней зарплатой по Норвегии. То есть, вы будете все отдавать. Откладывать не получится. Так. Эфир очень хороший, пишет Евгений. И еще оживился с детьми. Спасибо. Вот они так зарисовались так нечаянно. Так. Оля Боченко пишет, Лидия, добрый вечер по всей Ли Норвегии удобряют землю навозом. Этот интенсивный запах ощущается и в Рандоберге, и в Ставангеле, в Соле и в Ольгарте. Вот по поводу всей Норвегии не знаю, но что здесь, это да, это да, он ощущается. Ну, держитесь, терпите, да, скоро пройдет. Но так действительно такое омбре часто бывает. Это признак, что весна пришла, все. Джонни пишет, правда ли норвежцам нравится жареная картошка? Но они, по нашему, знаете, методу, они жареную картошку не жарят. Они просто вот покупают вот этот помпфри, да, это, как называется, картошку при пакетах и просто ее разогревают в духовке. Вот. А как вот мы, вот они картошку никогда не видел, что они так жарили. Хотя я ее очень любила раньше, да, вот жареную картошку как вот мы делаем просто на сковородку там типа такими дольками нарезаем, потом масли там с крышкой, без крышки, с лучком. Такого здесь они не делают, к сожалению. Так. Так. Так пропустил я про Норвегию, так, про навоз ответила, про картошку, да, хей, хаде, привет, пока уже, да, хадебра. Так. Вилет пишет, что сырники это то, что иногда очень хочется, особенно когда вы живете в эмиграции, то знаете, когда с творогом проблемы, вот сырники, такой, знаете, больной вопрос для многих иностранцев, как сделать сырники здесь, как сырники, у кого какой творог, как получается, обсуждают на форумах, вот. Так. Евгений пишет, высказали, говорит, что склонны полноте, но вы стройная, как эти же себя формы. Ну и не совсем стройная, как говорится, вузрос тоже накладывает отпечаток, вот. Ну главное, ходить много, да. Вот. Двигаться много. Так. Теструм на запад Норвегии, питерский балет в завершенном году доезжал, но не дальше. Ну вот, написали, да. Угу. И тоже там были такие составы, я помню, даже к нам приезжал какой-то балет, какой-то там, знаете, левый балет, скажем так, не главный, какой-то, не знаю, третий состав, то есть там и падали нас, ничего там только не было. Ну, знаете, проще, наверное, в наши родные страны приехать там на поле сходить. Будет больше удовольствия, чем здесь, поедем на поле сходить. Понятно, что, конечно, когда выбора нет особого. Ой, так, так, так. Так, Грюнер Лёка пишет, это правда, что норвежский намного-намного легче изучать после изучения английского и немецкого. Да, это будет помощь, потому что очень много похожих корней, да, в словах. Плюс какие-то вот грамматические нюансы есть, как из немецкого взяли, так и из английского. То есть может помочь, конечно, конечно же. Так, Руслан пишет, сложно ли выбирать недвижимость в Норвегии, если нет шенгенвизы на ВНЖ или ПНЖ? Не поняла, что вы имеете в виду. Потому что я же вам рассказывала буквально вот в последнем ролике, в предпоследнем, да, что если у вас нет ВНЖ, ПНЖ, то и нет паспорта Евросоюза, то покупка недвижимости вам никак не поможет его получить. Марина пишет, не хотите ли организовать иногда летом проведение экскурсий по своему городу, встречи с моими подписчиками. Я буду очень рада, ну вот, как-то у меня даже были про это мысли, но как-то не заглохли потом, потому что кажется мне как-то все-таки, что времена гидов проходят уже и скоро окажутся в небытие, потому что есть интернет, есть разные сайты, приложения, столько информации, да, обилие информации. Мне кажется, что все-таки поховики гидов уже уходит. У нас сейчас прибывают круизные лагеры в Ставангере и очень много, знаете, я вижу вот именно этих гидов, которые ходят со своими этими плакатами из такого-то корабля круизного, там за ними это шеренга из всяких там разных иностранцев и там слушают, понимают, но все это английский язык. А такие вот компании гидовые, они обычно хотят все-таки, чтобы это был на стиле языка, то есть, чтобы на английском языке вели экскурсии, кто англичанин, американцы, да, например. Вот, получается, кому я буду везти? на русском экскурсии, там, я думаю, будет не такое большое количество желающих, хотя бывает, кстати, русская речь слышна иногда с этих круизных кораблей, видимо, приезжают такие вот тоже экспаты, экспаты, иностранцы, проживающие в других странах. Вот, но у меня были мысли по поводу гидов, у меня даже была идея, у меня очень много идей, на какую тему сделать те же самые вот варианты прогулок, но пока она у меня осталась, так сказать, на бумаге. Ну, пишите, кто хочет встретиться, пишите, вот, обязательно. Знаете ли вы соседей? Вот здесь, кстати, я не знаю, что соседей, как бы, ну, я вижу, вот они сейчас даже, подождите, они сейчас вон сзади там работают, делают свою теплицу, ну, как бы, я так их знаю зрительно, но меня через дорогу еще вам рассказала соседка из Эстонии, девушка на русском говорящей, вот это вообще здорово, вообще, говорю, повезло, так повезло, так мы иногда встречаемся, вот, пресекаемся, накуда это едет, я тут сижу, вот, разговариваю, да, это здорово. Так, no name, можете летать ссылку, где искать информацию для оформления ВНЖ. Ссылку я вам не дам, самый главный источник это UDI, да, UDI.no, там на норвежском и на английском информация, там все написано про ВНЖ, разные сети, там вы выбираете, какой у вас паспорт, какой страны, и показаны все варианты, как можно прибраться в Норвегию. Так, Ольга Полякова, как норвежцы относятся к дочанам, шведам, финнам? Вот по этому вопросу, да, про шведов спрашивали, ну, нормально они относятся, ну, конечно же, подшучивают друг над другом, понятное дело, ну, вы видите, норвежцев еще такой есть, особенно, что у них есть такой легкий комплекс, что всегда их считали, знаете, такими вот недразвитыми соседями, такими, знаешь, маленькими дурочками, вот, а сейчас оказалось, что они оказались-то не такие уже глупенькие, даже очень, даже ничего, вот, смогли своими ресурсами распорядиться как надо, вот, и к нему же, конечно же, и отношение стало более трепетное со стороны соседей, я бы сказала, вот, ну, норвежцы вообще в этом плане как-то нормально относятся ко всем. Так. Так, Еленка, Еленка, да, стрим сохранится. Привет, пользователь телефона, привет, спасибо. Вергине были в музее Этнегрига, он немножко за городом, поэтому я там не была. Светлана Русина, добрый вечер, привет, Елена Сингатулина, как в Норвегии ситуация с болезнью лайма и клещами. Сидели за 40 километров от Минска в лес, устали сбрасывать их с себя. Ну, здесь тоже с каждым годом все больше и больше, тем более, знаете, зимы такие стали не суровые совсем, их популяции только растут, то есть, серьезно, здесь вот эта ситуация, у нас их очень много в Южной Норвегии, считается, самый страшный регион это Южная Норвегия, Юго-Восточная Норвегия и вот, сейчас Юго-Западная Норвегия здесь больше всего клещей, вот, и болезнь лайма они, конечно, тоже распространяют, энцефалит клещевой у нашем регионе пока еще нет, он есть в Южной Норвегии, еще в каких-то регионах, а болезнь лайма здесь очень много, очень много, тем более, что многие просто выпускают эту болезнь, потому что здесь нельзя клеща сдать на анализ, можно его только послать далеко за огромные деньги в Ослово, в одну клинику, лабораторию, вот, то есть клеща на анализ не сдать, обычно тебе сразу никто антибиотик, как у нас говорят, ради профилактики не предлагает, антибиотики вы сами нигде не купите, вот, если у вас нету этого красного пятна, да, либо каких-то признаков таких вот, которые указывают на болезнь лайма, то никто вам какие-то антибиотики здесь не пропишет, а часто бывает так, что, знаете, смотря какой у кого иммунитет, вот, либо какие-то еще есть заболевания, что и этого круга красного нет, либо, знаете, он такой, ну, неявный, либо каких-то, значит, и симптомов таких ярких нет, ну, простуды, казалось вам, что простуда была, на самом деле-то не простуда была, а боролюс как раз-таки запускается болезнь часто, к сожалению. Очень потом я трудно обнаружить, что именно она вам про это рассказывала тоже часто, потому что у меня это больной вопрос. Так. Ула – старое мужское имя, в Польше – женское. Ну, тут Ольга есть имя. Если бы вы не знали, Ольга – имя есть такое. Оно считается, как бы, старинное, но есть. Считается, что, как бы, вот потом после него такое есть похожее имя Хельга, но есть и Ольга. Вот. Но в основном, это, конечно, уже пожилые женщины с таким именем здесь встречаются. Так. А Ула, да, это мужское имя. Так. Это правда, что в Норвегии 80% уходит на еду и коммуналку. Но какие-то слишком зауточные цены. Считалось раньше, что вообще-то на еду здесь не так уж много тратится, тем более норвежцы не любят очень много тратить денег на еду. Но сейчас просто цены очень выросли на продукты питания, поэтому намного больше уходит из бюджета на еду и на коммуналку нет. Здесь обычно большая часть заплат уходит на оплату аренды либо ипотеки, на оплату электроэнергии, на оплату машины, на оплату, например, там каких-то нибудь вот детского садика либо продленки, либо каких-то вот именно активностей для детей. Это самые главные такие вот именно статьи расхода. Вот. А еда, одежда, это уже не самое дорогое в Норвегии. То есть можно как-то найти, знаете, варианты. Сеньор Помидор, привет! Как часто пьют норвежцы? По выходным. У них своя культура питания, они любят пить по выходным, там суббота на субботу, с пятницы на субботу, там один-два дня, потом у них неделя, так сказать, отдыха от алкоголя. Так. У вашего мужа дети от прошлого брака? Да. Так. Сталкивались ли вы с дискриминацией по национальному признаку от норвежцев? На своей шкуре я не испытывала никогда. Но, честно вам скажу, никогда не испытываю. Возможно, они что-то думали там, но на себе я лично не испытываю такого, знаете, явного негатива там какого-то. Нет. Так. Норвежцы уважают личные пространства друг друга. Да. Да, уважают. Конечно, есть разные личности. Всякие бывают, но в основном уважают. А чего у вас светло? Потому что у нас так светло. У нас здесь так светло. У нас сейчас сколько времени получается? 20 часов 0,2 минуты. И у нас светло. Вот. Уже в теме у кого-то. А у нас нету темени. Ирина пишет. Смотрю, как всегда, ваш стрим с удовольствием. Спасибо, Ирина. Так. Ирина Мирвелл пишет. Привет, Лида из Лилисана. Жаль, что не встретились. Я живу в одном километре от центра. Ну вот. Ну не получилось. Но нам очень понравилось там. Представляю, как у вас там дивно летом. Вот. Замечательный городок. Но вообще, знаете, как мы с мужем решили, что вот чем восточнее от Кристиан-Сандо, тем веселее и интереснее. Вот как тогда Кристиан-Сандо, даже в Южной Реге, не было так приятно, как вот за Кристиан-Сандом и дальше вот на восток. И в плане температуры, и настроения, и красоты. Но у вас очень там дивные места на самом деле. Так. Вот кто-то написал «Наши кореньи 30 уже лет». Ну мало что такое, что писала. Да. Вот видите, значит, всё может поменяться. Очень я надеюсь, что унуков я увижу когда-нибудь. Так. Пользователь телефона. Ага. Можно познакомиться в 57 лет с норвежским мужчиной. Я выгляжу гораздо моложе. Возможно ли в таком возрасте, если норвежские мужчины свободны каких? Да, конечно, можно. Я знаю, что уходим, что в возрасте мужчины тоже разные. У вас еще такое нормальное. Да, и чтобы вы были приятным собеседником. Конечно, конечно. Не все пожилые мужчины в Норвегии так знаете, хотят себя только молоденьких. Нет, конечно. Всё возможно. Привет, Галина пишет. Привет, Лидия. Так. Приветствую вас. Привет, Галина. Так. Антонина. Так. Какие налоги на доходы и на недвижимость у вас? Ну, налоги у меня такие, что я не сама себе подсчитываю налоги, но мне пришлось в этом году вернуть в государстве очень много денег, да, потому что она сама неправильно подсчитала. Так, на недвижимость... Ну, здесь надо платить налог на недвижимость. И каждый коммуне свой налог. Его не так давно ввели, да, вот. И, конечно же, надо платить налог на недвижимость. Какой у нас именно, я не знаю. Это муж в курсе. Вот. Так, можно ли переехать в Норвегию, украинцу по программе защиты, если уже жила в Пущу? Мне кажется, что можно, потому что, если раньше нельзя было, вот так вот приезжать, то сейчас, кстати, в свое время люди стали приезжать в Норвегию из разных стран, да, вот уже с защитой. То есть, видимо, есть какие-то возможности. Но вы посмотрите с тех блогеров, которые в курсе, которые вот именно про все это вещают. Вот очень много каналов сейчас вот украинских беженцев, живущих в Норвегии, которые вас просветят по всему вопросу, по всем вопросам. Посмотрите у них. Ну, вроде бы, можно сейчас приезжать, даже вот с защитой из другой страны. Видимо, надо от нее сначала отказаться, а потом уже просить в Норвегии. Так, спасибо за ваши рассказы в Норвегии. Привет, спасибо, Галина. Так, спасибо, пишет Светлана. Вообще, Карина, как мы интересовались, какие корабля, написала в АП. Вот, возможно. Еще я читала, что это датское имя, там какое-то ведьмое тоже было, что-то такое, издание пришло. Так, как вы познакомитесь со своим мужем по интернету? Извините, пожалуйста, если это слишком личный вопрос. Да не, ничего, я на ту тему что даже вам рассказывала. Помните, в некоторых видео рассказывала я в ролике о норвежских мужчинах, что, да, познакомилась в интернете. Ничего страшного. Сейчас большинство людей знакомят в интернете. Тем более, как мы говорим, люди с детьми, где мы еще знакомятся. Вот. Карина, выезжала ли из Норвегии к бабушке? Да, она была в Беларуси часто. По вашему рассказу вспоминаю Швецию, пишет Галина. Ну, вот, очень много похожего. Ну, не совсем. Таки разные, немножко странно. В роликах или в Норвегии открыть бизнес? Например, киоск по продаже шаурмы. Ну, это не будет так прямо уже сложно и дорого, но надо понимать, что в наше время очень здесь дорогая электроэнергия, поэтому очень многие бизнесы закрываются, потому что, ну, дорого им выплачивать столько энергии, да, и плюс еще все расходы увеличиваются, вот. Ну, открывают же. Открывают. Вот именно все. Весь общепит сейчас растет, как на дрожжах. Постоянно какие-то места открываются, какие-то закрываются, которые вот продвигаются. Имею в виду постоянного места жительства. ПМЖ. Не, ну, если у вас есть просто ВНЖ, конечно же, вы можете привлечь недвижимость. Вот. Ледовые. Видели троллей? Ну, в каком плане? Ну, я видела, знаете, как вот очертание гор, которые мне напоминали троллей, это я видела. Потом мне ребенок говорил, кстати, мы как-то ехали в туннеле, а вы знаете, что в туннеле они как бы прорублены в скалах, а он мне говорит, а я троллей видела. А вот дети, знаете, они же часто вам рассказывают то, что на самом деле вот чувствуют, да, у них же интуиция намного выше, чем у взрослых. Вот я так подумала, а кто это знает, может быть, и видела что-то. Так. Спасибо за добрые слова. Тера Фухастр. Так. После чего телефону. Так, спасибо за рассказы о Норвегии. Все очень интересно. Рада поделиться. Так. Пишет мне, Руслан, а вот имена Улов, Ханс, Гюнтер, Хельга популярны в Норвегии? Ну, Улов очень редко уже. Ханс, да. Гюнтер, Хельга. Гюнтер не слышала никогда. Хельга раньше тоже считается более такое, знаете, старинное имя. Сейчас как-то больше популярны интернациональные имена, которые приходят из Англии, США, такие, знаете, всякие там. А вот. Так, даже на скидку, ну, милийная, милийная, такое вот все. Миленькая. Так. Возможно ли семейное образование в Норвегии? Спрашивает Ирина. Нет, в Норвегии нельзя образовываться на домашнем обучении. Нет. Как дела с хоунскулерами обстоят? Вот я вам еще рассказала, что здесь такого нельзя практиковать. Запрещено. Еще интересует тема вакцинации. Обязательно нет. Вакцина в Норвегии не обязательно. Для детей. И которые, в принципе, на данный момент тоже нет. Так. Скажите, Оля напишет, реально вырастить помидоры и огурцы в своем огороде? Что у вас лучше всего получилось вырастить в прошлом году? Спасибо. Зависит от климата, конечно. Но вообще-то, мне кажется, в любом регионе Норвегии огурцы и помидоры можно вырастить только в теплице. Вот. У нас помидоры в прошлом году были и огурцы тоже. Да, были. И дынька даже была одна маленькая. Покупали дыньку. Одна дынька вот вызрела в теплице и все. Так. А так, конечно же, знаете, вот риска, там, салат, свекла, морковка, картошка хорошо растет, травки я выращиваю, такое все, знаете, ягоды, яблоки, сливы. Желаю вам удачи, здоровья. Все получится, пишет Сас Иванов. Спасибо большое. Очень рада. Привет, Анессе, пишет Андрей Дружба. Привет. Мне кажется, что все правильно написал в списке, пишет Наталья. Ну да, он так более рационально подошел к этому вопросу, без, скажем так, сантиментов. Виолетта пишет. Странно, что кто-то кого-то сейчас может считать менее образованным. Вот. Так. очень важный вопрос. Существует ли в Норвегии диаспора из стран бывшего СССР? Помогают ли они на первых порах, когда люди мигрывают в Норвегию? Я не слышала про диаспору. Возможно, и есть, но я не слышала такого. В Узбижне, видите, нет таких больших городов, что прям такие же какие-то диаспоры огромные были. Но как-то в этом плане, конечно же, диаспоры есть других народностей, но не из бывшего СССР. Как-то вот наши люди не умеют диаспоры составлять. Они как-то, знаете, сами по себе все. Вот. Спасибо. Нет, я вязала не сама. Отвечаю, Ирине, это мама мне связала. Вот. Пишет, спрашивает Андрей, дружба, как насчет депрессии в Норвегии? Ведь у вас слишком мало солнечных дней. Ну, надо как-то справляться. Ой. Тем более, что солнечные дни есть в Норвегии, смотря где вы живете. Вот если ближе к Коста, там у них вообще очень много солнца. И в Южной Норвегии то считается очень много солнца. То есть там, возможно, депрессии нет у людей. Вот. Это так, искать пути выхода из ситуации. Так. Привет из Италии, пишет София Росси. Спасибо. Привет, Италия. Скучаю по Италии. Пользователь телефона ученой норвежский. Достаточно нетрудно. Знаю английский, чтобы общаться или познакомиться на сайте знакомств в норвежском. Это будет помощь при знакомстве. Ну, конечно. Всегда можно пробовать. Лучше попробовать, чем не попробовать. Правильно? Да. Привет из Украины. Привет, Олена. Хельга. Привет из Беларуси. Давно ли здесь были? Привет, Хельга. Четыре года назад была. Давно. Уже пора. Чувствую. Так. Насколько един народ? В каком плане? Един. Мне не разного народа. Норвеги тоже. Все мы разные. У нас давно темно, пишет Андрей. Вот у нас, видите, не темно. Мы же, чем ближе к северу, тем светлее в это время уже года. Так, Лида, скажите, пожалуйста, как на ваш взгляд возможно расширить круг общения одиноко застенчивой девушки из наших стран Норвегии? Подружек очень мало. Я вам рассказывала, что в этом плане проще всего находить знакомство с Норвегией с теми какими же иностранцами. Не обязательно, например, людям из постсоветского пространства, а просто с иностранцами будь то перуанка, полька, кто там еще там, итальянка, потому что у вас у всех будет общее, что вы здесь чуже странки, да? То есть это может помочь. Пойти на какие-нибудь танцы, на курсы какого-нибудь языка, вот, куда там еще. Да, тоже клич на Фейсбуке там дать в каких-нибудь группах, вот, интересно что-то придумать, предложить встретиться людям по интересам, вот, можно, можно найти. Но, как я говорю, не ориентироваться сразу на норвежек, а просто вообще найти каких-то людей по интересам из любой страны. Они как-то лучше идут на контакт, потому что они сами здесь тоже чужие, здесь никого нет. У вас есть что общее, да? Что вы здесь сами с усами. Так, лучше познакомиться на сайте, чем решать на статусе беженца. Как вы везде думаете? Ну, я так не могу ответить, вы сами решаете. Вот. Прочитайте сами, что для вас самой лучше. Вот. Ну, попробуйте познакомиться сначала. Вы попробуйте сначала познакомиться, потом уже решите. Так. Деревья рубить разрешено. Если ваши личные деревья на вашей личной территории, то можно, а чужие нельзя. В лесу просто пойти в лес и вырубить нельзя. Так. Стимпанк спрашивает. Как обстоит дело с приготовлением вкусных блюд в ресторанах Норвегии? Насколько распространена эта культура? Часто ли можно попасть в ресторан для кафе, поесть в ресторане либо кафе, супчики, например? Так. Ну, рестораны разные бывают в Норвегии. Как говорится, чем больше в город, тем больше выборов. Супчики здесь часто бывают в обычных кафе. Ну, вообще, такой тип обычный кафе норвежский, там будет на выбор бутерброды, супчики часто. Бывают у них супы дня какой-нибудь. Например, там обычно это суп и пюре. Суп пюре из брокколи, томатный суп, там какой-нибудь мексиканский. Часто бывает, кстати, можно. И это, кстати, такое довольно бюджетная альтернатива покушать, потому что они обычно поесть, правильно говорят, поесть. Дают ложку супа, там, конечно, не очень много, и хлеб к нему. То есть можно как-то прикусить и не так будет дорого. Так. У нас 12 ночи, пишет Ирина, вот как. Обещаю, целую неделю снег, пишет Валентина. Поркангер, а цветочки уже вылезли. Такие нежные, очень рада, что вижу у вас. Привет, Валентина. Вот видите, у вас снег даже обещают. У нас снега не будет, но похолодание идет. Привет из Хельсинки, написал Иван. Привет. Так, Александра пишет. Добрый вечер, как вы обжились на новом месте? Очень хорошо выглядите. Спасибо большое. Поправилась. Видите, щелечки есть, пристало хорошо выглядеть. Как говорится, в возрасте уже после 40, какой-то точью уже быть нельзя. Вот. Но я шучу, конечно. Так. Ну, обживаемся, обживаемся. У нас просто, видите, еще ремонт не закончен. И конца ему крайне видно. То есть мы до сих пор чувствуем себя, вот знаете, ну вот, ну не совсем, мы все, то есть и муж, и дети, все, да. То есть у нас еще коробки везде, все, нет, всему места. Пока еще не можем распланировать нормально вот именно питание, потому что морозильник большой еще не поставлен. То есть пока вот так вот. То есть пока у нас еще вот, я думаю, что мы уже обживемся ближе к осени. Тогда уже все закончится, вот именно с ремонтом внутри дома. И тогда уже все мы разложим, все у нас будет в порядке. Пока у нас просто бардак везде, вообще никакой системы, к сожалению. Так. Но все будет. Так. Что-то у меня чешется. Извиняюсь. Так. Прошу прощения, не надо говорить. Мне что-то поправляли уже, как надо говорить. Не себя говорить извиняюсь, надо говорить прошу прощения. Хотя согласно вообще-то словарям пишут, что формы извиняюсь тоже допустимой. Так. Много ли домашнего задания сдают в школах? Ну, я не знаю, конечно, как там в седьмом классе, но, например, во втором классе, вот у ребенка моего, да, как у них вообще система? Ну, в любом классе, наверное, до начала средней школы, то есть им даются задания на неделю. То есть в неделе они получают вот список задания на всю неделю. То есть они могут пополнять во вторник, там в среду задания. И, например, в четверг у них собирают тетрадки, да, и книжки. И там заданий не так много, то есть в неделе можно все сделать, а потом гуляй смело, да. Сделал дело, гуляй смело. Всю неделю. Так, можно ли в Норвегии при торговости немного не проявляясь в хитром, как спросили? Вообще-то нельзя. Не знаю, что это никто не делал, но вообще-то нельзя. Если об этом узнают налогово, они обычно все узнают когда-нибудь, то все, не сдобровать, плюс потом еще вдвойне все оплатить обратно. Так, моя Англия. Привет, Лида зашла давно, сейчас только здоровую. Сирина из Ленглии. Привет, Ирина. Привет, Англии. Так, Богдан. Котов и собак много бездомных? Нету. Нету на Рыгии бездомных котов и собак. Так, Елена перевешет. Привет, привет из Минска. Привет, Минску привет. Майя Янковский. Как вас приятно слушать, видите, дети с вами постоянно живут или у своей мамы тоже? Вы большая умочка. Благодарю, спасибо. Дети у своей мамы тоже бывают, там у них свой график, когда они бывают, каждый второй выходной, четверга по понедельник, они у нее бывают. Так, у меня ребенок больше даже бывает, наверное, чем, да. практически со мной. Так. Ну, тоже, конечно, к отцу ездит, но отец работает в море. Получается, когда он дома, она к нему на выходные иногда ездит. И на каникулы тоже. Так. Антонина, извините, про налоги на доходы и на диверсию имела в виду не вас лично, а вас в стране Норвегии примерно в процентном соотношении. Ну, недвижимость, там, смотря, сколько стоит недвижимость, из нее какой-то налог. Вот, кстати, я не знаю, надо уточнить. А доходы, в зависимости от вашего самого дохода, да, на работе, будут с вас считывать налог. Начиная от, там, чем-то процентов и до 40, и до 50 процентов, в принципе, ну, до 45 процентов, до 45 процентов можно платить налога, смотря, сколько вы зарабатываете. так. Так, 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 так. Спасибо вам большое, пишет Евгений, продолжайте делиться с вашими мыслями и природу. Благодарю. Так, привет из Калининграда, привет. Какая красивая корта вас. Благодарю. маме будет очень приятно. Я передам. Часто ли болеют простуды жителей Норвегии? Пишет Богдан. Я даже не знаю такую статистику, но очень болеют, конечно, у нас вообще каждый год все пугают, что одни эпидемии, инфекции и прочее, ждите того и сего, и прочее. Ну, часто болеют, конечно, да. Дети часто болеют, взрослые болеют. Спасибо за лайки, кто-то там написал. Спасибо, благодарю, благодарю. Народ написал, не жалейте, долейте лайки, вам несложно, а ей приятно. Спасибо большое, да, добрые слова. Сейчас читаю книгу Энфросской Фью, он пишет, Ирина, спасибо за рекомендацию, не могла купить, заказывать в библиотеке. Вот, в библиотеке она есть, тоже почитать. Она так, знаете, на один раз, как раз-таки, ничего, деньги на неё тратить. Прочитали один раз и забыли. Вот. Скажите, пожалуйста, сзади вас, левую соседи, это теплица? Это так, подождите, я просто не вижу, это там, если это там, то там теплица. Да, если это там, да, соседи там сейчас меняют крышу. Так. Скажите, пожалуйста, сзади вас, так, это я ответила, скажите, Грюнер Лёка пишет, что делать с чувством любви к родине, когда хочешь переехать в развитые страны, чтобы быть счастливым? Ну, просто часто ездить на родину, очень многие же так часто ездят на родину, несколько раз в год, а то и чаще, да, чтобы напитаться, если есть возможность для этого, потому что, конечно же, если вы работаете, у вас там отпуск ограничен, как часто вы будете ездить туда, на родину, неизвестно, но часто ездить здесь такая сильная любовь к родине, часто туда ездить, а жить в развитой стране и зарабатывать там, да, как пример. Так, надеюсь, это не последняя наша встреча, пишет Елена Викторовна. Конечно, не последняя, будем надеяться, что не последняя, куда нам уже деваться с подводной лодки, я говорю так, Андрей Дружба пишет, сколько стоит примерно у Норвегии небольшой дом с небольшим участком пригороди или посёлки? Зависит также от региона Норвегии, это север Норвегии, там обычно дешёвое жильё, есть там какая-нибудь такая вот глухомань, есть то же самое там юго-восточная Норвегия, которая, знаете, недалеко от Осло, там вот если вот что-то там недалеко от Осло, ну как недалеко, два часа от Осло, недалеко, то там всё намного дороже. Осло, большие города Осло, Берген, Ставангер, это тоже очень дорого, в Южной Норвегии всё везде дорого, поэтому, смотри, какой небольшой дом, какого там, какого года, надо ли запровождать ремонт, да, какой участок, много считается вообще, что в Норвегии можно купить дом, 200 тысяч долларов, и выше, и границы нет, можно там и за 20 миллионов найти, то есть, да, за 2 миллиона долларов, разных домах, ну, за 2 миллиона, что такое старенькое, паршивенькое, где-нибудь в Мухамане можно найти. Шоломщик из Израиля пишет, Юлька из Израиля, привет. Так, Богдан, насколько сплочён народ, имея в виду, взаимополучишься, тогда не без различий, так сказать. Ну, интересный вопрос, тут как бы, эквапакат в двух концах, вроде бы, как бы, они такие очень, знаете, субботники проводят, и такие, знаете, в этом плане, и помогут, да, но в то же время, вы же знаете, что здесь в Норвегии не принято просить о помощи, поэтому часто люди не просят, они вот мучаются, да, живут в одиночестве и не просят о помощи, поэтому, конечно же, можно подумать, что это без различий, потому что никто, кем не интересуется, вот так вот, никто не спросит, а как у тебя, да, может, тебе очень плохо, как тебе помочь, никто сам не спросит, там считается, что, почему я буду лезть в чужое пространство, потому что люди не хотят такие вопросы слышать, на самом деле, это не без различий, а просто такая, знаете, ну, скажем так, скромность вообразная, не лезть с вопросами, но если вы сами попросите о помощи, возможно, вам помогут, так, сейчас полярный день в Норвегии, сколько он длится, ну, в Норвегии, не смотря где, за полярным кругом, там у них еще не полярный день, это ближе все-таки к июню, да, ну, да, он там за полярным кругом, в определенных регионах, там вот именно летом, может быть, сто круглые сутки, так, ой, ай-ай-ай, это у вас так светло, да, у нас так светло, уже белые ночи начались, но нет, нет, у нас особых белых сочей нет, но у нас, конечно, пишет кто-то, Алекс, хрен вы здесь норвежскую девушку найдете, пацаны, а почему это вы так уверены, а кто его знает, а вдруг вот звезды так станут, что и найдут, почему вы всех решаете сразу надежды, а, пессимисты, вот, и так уже, а вы сами пробовали, а вы нашли, так, Ирина, спасибо вам большое за все, за все ответы и внимание к нашим вопросам, благодарю, Ирина, так, посмотрел ваше видео, начал привыкать практически к одежде, что и еще и норвежских брендов, Вергенс, например, спасибо, я рада, что видео в помощь, рада, так, Алекс, Юлька из Израиля, что такое белые ночи, спрашивают, ну, вы сами пообщайтесь, так, как ваш муж относится к вашей блогерской деятельности, ну, нормально относится, как говорится, чем бы дитя не тишилось, тем более он видит, что мне это нравится, мне интересно, он нормально относится, пока я к нему скамерю в лицо, не везу, все хорошо, вот, нормально относится, абсолютно, поддерживаю, так сказать, если мне нравится, значит, это все хорошо, так, Слава, спасибо большое за добрые слова, и за канал, спасибо, спасибо, так, чем бы торговать, ничего не понял, пишет Алекс, а вот вы, а вот я поняла, а вы с какой страны родом, что вы не понимаете такие вещи, у вас свой дом или съемный, свой дом, так, Чарль Люсьен, так, Анна Некрасова, ну, здесь вообще в Норвегии, честно говоря, норвежцы самые стараются всегда покупать железо свою, не снимать, а покупать, это у них такое, знаете, на уровне генов, свою, так, Лидия, приезжайте летом к нам в Крагирео, будем рады с вами встретиться, многие украинцы, живущие здесь вас смотрят, спасибо за ваше видео, привет, Анна Некрасова, благодарю, нам так понравилось в Крагирео, мы даже вот мечтаем, возможно, где-нибудь, ну, не там, но в тех районах, когда-нибудь купить там домик, да, что-нибудь такое вот, хозяйство какое-нибудь, ну, дивные вас там места, действительно, спасибо, если соберемся, то как-то так, как-то надо будет вас снова найти, спасибо, так, Андрей пишет, правда, что за нелегального кота можно попасть в налогу, а что значит нелегальный код, а почему он должен быть нелегальный, конечно, его надо зарегистрировать, вы чего, наверное, конечно, вот этот вопрос интересный, я вот про домашних завод, у кого-то особо много информации не знаю, вот, надо просто почитать, что там случится, если вы там не зарегистрируете, когда, так, моя Англия спрашивает, когда собираетесь в Беларусь, я тоже в Минске, была 4 года назад, еще до пандемии, но я сейчас думаю, возможно, если у меня получится в этом году, на пару дней ненадолго, потому что у меня там с графиком очень плохо в этом году получается, вот, я хочу поехать, если поеду без ребенка, вот, проведать обстановку, так сказать, ну, посмотрим, я пока еще не решила, но билеты дешевые можно найти, через Вильнюс поехать, вот, я видела, билеты есть, но мне там даты как-то, надо с датами разбираться пока, вот, я думаю, что где-то, наверное, все занимают, поеду я линию, так, я не знаю, как это пишется, как это произносится, привет, спасибо большое за добрые слова, так, Николай, приветствую, подскажите, как можно пойти получать высшее образование в Норвегии? так вы, так, вы как-то, ну, какие-то вы вопросы такие задаете, нужно сказать, откуда вы, какое образование, вот, где вы живете, вот, все про это информация есть, тем более про высшее образование, вы учите, что если вы не из Евросоюза, то оно платное становится, так, так, Стан Марш, скажите, а вы что-нибудь слышали о норвежском black metal, какую музыку вы сами любите слушать? На норвежском black metal у меня есть видео, посмотрите, наберите black metal в Норвегии, а видео у меня было по книге, я сама его не слушаю, мне там, муж как-то помню, включил, у него тогда плохой, неплохой настроение, знаешь, там были такие, периоды такие мрачные, он часто слушает black metal, я, конечно, послушала этот норвежский black metal, говорю, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, спасибо, не надо, вот, я понимаю, что есть любитель, ну, это не мое, какую музыку вы сами слушаете, любите слушать? Ну, разную люблю слушать, классическую тоже люблю, и транс мы слушаем с мужем часто, и какие-то еще, и чил там слушаем, да, разную музыку, но мы как-то посмотрим по deep house, транс, вот, рок я же что-то перестала слушать, классическая музыка, а бывает, что такое вот именно древнее скандинавскую, слушаем вместе тоже, так, ну, по поводу тоже музыки, это английская группа, но тоже, ну, что-то у нее есть, такое типа от металла, но не совсем называется, sleep talking, нам тоже нравится, вот, вот, это я еще как бы могу, так сказать, терпеть, даже нравится иногда, так, Алекс, можно найти дешевый дом, он будет плохо утеплен, то из-за него надо будет платить много закаплений, в том-то и дело, что это как бы тоже кот в мешке, вы потом будете мучиться в этом холоде, вы утепляете без конца, платите бешеные деньги за эту энергию, за дрова, ну, все-таки лучше в этом плане, наверное, тогда вложиться в квартиру, пускай без участка, но более-менее современную, так, спасибо Борис, какие дополнительные кружки посещают ваши детки, как вам видится их будущее, ой, интересный вопрос, конечно, про будущее, вообще в наше время, мне кажется, тяжело вообще это предугадать, потому что так мир меняется быстро, и дети современные совсем не дети, которые были 10 лет назад, да, так, кружки у меня, в этом году у меня карина пока на кружке, вот, как мы сюда переехали, мы на все опоздали, на меня уходит только на продленку, вот, а со следующего года я пытаюсь ее записать, посмотрим, куда ее возьмут, ну, она и на гимнастику ходит, и на танцы хочет, она и на рисование она хочет, и на театр она хочет, она где хочет, посмотрим, куда ее возьмут, тут же очереди, так, здравствуйте, я спрашиваю Татьяна Кабакова, вы в каком районе живете, я в Норвике, я живу в юго-западной Норвегии, недалеко от города Ставангера, так, Елена пишет, приезжайте к нам в Россию, в Москву, в Казани, у нас безумно красиво, особенно летом, ну, если я пойду, то я уже пойду к моим родным, к моим родителям, моя самая главная, да, цель, так, ой, классно, спасибо, сейчас посмотрю на вашем канале, вот, видите, все у меня есть, чего бы только нет на канале, я так иногда смотрела, так, знаете, теперь смотрела, про что я снимала, думаю, ну, вообще, ну, столько уже пересняла, столько уже всего сняла, уж прямо даже, скорой не о чем будет снимать, чего только там только нет на канале, правда ли, что Норвегия, учеба для иностранцев стала платной, это правда, у кого нет гражданства Евросоюза, то платной стала, да, это правда, так, есть ли в Норвегии аналог украинских ПТУ, развит ли проект профтехобразования, бесплатно ли оно для, не для жителей Евросоюза, вот, про, вот именно про бесплатно ли оно, то я уже вам не подскажу, вот, потому что все-таки платной, платной мне казалось, это, мне кажется, касалось именно высшим, вообще, моих заведений, здесь очень популярно профтехобразование, здесь есть такие, в Дорогойной скули, у которых есть специальности, вот, очень многие дети сюда сразу идут, после средней школы, здесь все есть, там есть разные такие, два, подразделения этой, в Дорогойной скули, которые, по идее, ну, аналог не тот техникум, не тот ту, не тот еще, там что-то среднего между ними, техникума либо училища имею в виду, вот, то есть там есть, очень популярно. Спасибо, так, так, сейчас спрашивают, музыкное состояние сейчас во всем мире меняется, климат на Реде изменился как-то, спасибо, но здесь не так это явственно чувствуется, как в других странах, ну, тоже видно, что меняется, конечно. Люсейн пишет, вас очень приятно слушать, класс, спасибо большое, я очень рада, так, у вас есть знакомый, кто начал подтверждать диплом доктора, у меня есть знакомая, которая давно подтвердила диплом врача, она сама из Украины, но это очень дорого стоило, очень дорого, за все плативые, за все курсы, за все подтверждения, за все практики, там вроде бы наработала год, называть ординатура, да, бесплатно в больнице, вроде бы, так, вот пишут, что про ОСЛ, да, что климат изменился, что не было так много снега, так, Богдан все спросил, ну, вот видите, хорошо, надо у меня закругляться, а то же семья ждет, все-таки вечер, субботы, так, надо спать, укладывать уже детей, так, а трудно ли вам было выучить норвежский язык, ну, я его до сих пор учу, я не скажу, что я его выучила, то есть у меня есть норвежский язык для общения, для жизни, для чтения литературы, статей, просмотра передач, это у меня есть, но трудно ли было, любой язык трудно учить, да, так, есть ли в норвеже зоопарке, может, у вас были такие ролики, но я пропустила, есть норвежий один известный зоопарк, называется Кристиан Санна, Кире Паркен, да, есть, важное уточнение украинского медицинского диплома, но я вам ответила, да, у хозяйки стрима, вам хорошо, если вообще снег выпадает, посмеялись, ну, вы знаете, в этом году был снег, у нас было очень много снега в декабре, так, а какой сложнее язык, норвежский либо финский, мне кажется, что финский будет сложнее, потому что он же вообще со своей этой группы, да, это финно-угорское, там очень мало, мне кажется, с чем-то похожих этих языков, а норвежский, таки он германской группой языков, то есть там и английский на него похож, и на немецкий, чем-то похож норвежский на немецкий, то есть там можно найти точки сопокисновения, так, я не думаю, что мой знакомый, моя знакомая из Украины, доктор, хочет какие-то вообще связи, с кем-то разговаривать, я вам честно скажу, она такая очень запутная, эта человек не хочет ни с кем общаться, так, но вы же знаете по поводу доктора, но правда из России, есть же канал, да, норвежская безмятежность, она же подтверждала образование, у нее есть про это ролики, мне кажется, в этом плане, что из России, что из Украины, потому что в ней, а союзы будут похожи, посмотрите на нее, она обладает эту тему, снимала очень ролика, много роликов, подтверждения медицинского образования, посмотрите, все нюансы, так, вы еще не получили гражданство, у меня есть гражданство, у меня есть гражданство, у меня все получилось, у вас уже клиент на Денорска, ну, это тяжелый вопрос, кто знает, если я такая самоуверенная, она сказала, конечно, я же, вы знаете, не такая, учиться, учиться и учиться, как я говорю, так, как отвечал нам кто, мы знаем кто, уже его имени, будем вспоминать, все имя, так, ну, все, мои дорогие, на этом я надеюсь, что вопросы заканчиваются, все обсудили, стримы еще будут, этот сохраняю, тема, надеюсь, что была интересная, пишите мне заявки, на какие темы вы хотите, ролики, либо стримы, буду рада услышать, новая, так сказать, для вдохновения темы, для гражданства же нужен идеальный норолевский язык, либо нет, там нужна специальная, скажем так, корочка, но вы понимаете, что можно сдать обезьяну, можно многому чему научить, да, вот, и не все, кто сдает эти экзамены, потом прекрасно говорят на норвежском, все по-разному, все их свое, так, ну, вот по поводу упрощения схемы подтверждения диплома, вы понимаете, что медицинский диплом никому легко не даст, просто подтвердить, потому что все равно надо будет и норвежский хорошо знать, сдать все экзамены по норвежскому, уже будешь на норвежском общаться правильно, я думаю, что и ординатуру придется все равно пройти, и много там всяких нюансов, плюс все эти там новые курсы, то есть все, мне кажется, будет везде одна и та же, возможно будет упрощение какое-то, может быть меньше платить за все это, но мне кажется, надо все-таки все это подтверждать и проходить, так, вот кто-то пишет, что когда вакансиях пишут, что нужно, не пасуйте, как говорится, наглость, старайтесь счастья, к сожалению, но это правда, пускай вас пригласят на интервью, сами ведятся, чем, знаете, не пригласят, поэтому пишите, да, вот, я сама так не умею, но надо, так, thank you, привет, Лида, привет, Libertatrio, до свидания, пишут, спасибо, здоровья всем, до встречи, мы сможем смотрим ваше видео, очень интересно, пишут музыка на странице, благодарю, и продолжайте смотреть, вот, буду рада, осенью, день рождения Ленина, представляете, вот прям, вот как вот, вот как совпало, точно 22 апреля, у мамка, у тебя рождение, что от 2 апреля, у хороших людей Ленина, ладно, Ленина, пустим, да, был там тоже, вроде бы не только 2, да, у Гитлера было, не помню, что там тоже они все, все тельцы были, как моя Карина, вот так вот, ну что, спасибо, спасибо за прямой эфир, так, всем добра, всем удачи, всем хороших выходных, и хорошей погоды, до встречи, пока-пока, пока.